И снова здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто прохожие. Рады приветствовать вас во второй половине расширенного лайт обзора 10 лучших игр 18 года по версии Бриариуса. Если вы впервые зашли на этот канал, то рекомендуем сперва посмотреть первую часть. Ссылку на него вы найдете как в описании, так и в подсказке в правом верхнем углу экрана. Ну а если вы перешли сюда сознательно и в курсе, какие 5 игр из 10 уже были в первой половине лайт обзора, то внимайте. Как только говорят, что какую-то игру сделали лишь два человека, а не целая студия, в голове сразу представляются всякие корявые пиксельные поделки, но бывают и исключения. Синтетик яркий тому пример. Синтетик это изометрический шутер-рогалик, разработанный силами лишь двух человек из Flowfire Games. По сюжету, как и в Apex Construct, мир захватили роботы и нам, андроидам с сознанием человека, необходимо дать отпор машинам. На этом по сюжету все, ибо он тут, если и есть, то абсолютно не важен. Главное в синтетик геймплей, и он тут великолепен. Попадая на рандомно сгенерированный уровень, игрок должен убить всех, а затем через телепорт продвинуться дальше, и там сделать все то же самое. Иногда, конечно, будут сражения с боссами, но и без них тут не сладко. Умерев, вы начинаете игру заново, но в случайно сгенерированной цепочке локаций. Вот только и вы станете сильнее, ведь только после смерти есть возможность прокачать один из 8 уникальных классов подконтрольного персонажа. Главной же фишкой синтетик нужно считать сам отстрел врагов. Во-первых, благодаря изометрии и наличию хедшотов, разбросу при ходьбе, активной перезарядке, заклиниванию и перегреву оружия. Во-вторых, благодаря оружию. Коих тут 85 видов. 85! Которые, к тому же, изменяются апгрейдами, усилениями и патронами. Так что разнообразие оружия тут практически бесконечно. Как в Borderlands, только еще больше. У каждого ствола свой уникальный режим и стиль стрельбы, так что заскучать не придется. В-третьих, чем интересен экшен в игре? Враги и их сложность. Видов врагов тут до хрена. Они довольно умны, метки и каждому нужен свой подход. Помимо прочего, в синтетик есть поддержка локального и онлайн кооператива на двоих, что радует. Как не может не радовать отличный и стильный визуал с крайне впечатляющими эффектами. Вот серьезно, в синтетик практически нечего ругать. И удивительно, что такую колоссальную работу проделала небольшая студия, а лишь два инди-разработчика. И заметно, что эти два мужика делали все с любовью и для игроков. Так что, если вы поклонник старых добрых изометрических рогаликов и вам хочется свежих решений и качественного исполнения в этом жанре, то пройти мимо синтетик будет преступлением. Раз уж мы упомянули пиксельные игры, стоит сказать, что они не всегда являются корявыми поделками, и порой такой выбранный стиль идет им только на пользу. Взять, к примеру, Door Kickers Action Squad. Являясь духовным наследником тактической стратегии Door Kickers, схожего между ними только сеттинг. Если оригинал это топ-даун тактика про спецназ на серьезных щах, то Action Squad это аркадный шутер с видом сбоку и юморным, даже карикатурным исполнением всего и вся. Выбрав под свой контроль один из пяти классов, каждый со своими перками и вооружением, необходимо будет проходить более 60 уровней, поделенных на локации, где в каждой свой вид врагов. Миссии же делятся на 4 вида. Зачистка, спасение заложников, поиск и обезвреживание бомбы, а также арест особой цели. Легко ли проходить эти задания? Эфиг там. Во-первых, не всегда есть возможность узнать, что за той или иной дверью. Во-вторых, врагов много, они разнообразны и убивают быстро. В-третьих, очевидный маршрут не всегда верный, так что приходится тактически думать или же рисковать. В-четвертых, в отличие от выбранного класса, изменяется и сам геймплей, а играть за некоторых в одиночку практически невозможно. В-пятых, заложники, которые любят погибать от случайной пули, взорванной бочки или выбитой двери. К счастью, в игре имеется тактическая поддержка, где накопив достаточное количество очков, можно либо пополнить здоровье с амуницией, либо оживить напарника. Либо запросить помощь у снайпера, который уберет три случайные цели из видимых. Описывая игру парой слов, DoorKickers Action Squad, это PvE режим Rainbow Six Siege, только двухмерный, пиксельный и аркадный. В игре угарный кооператив на двоих, где имеется неплохая тактическая составляющая. Игра постоянно обновляется, добавляя различные режимы и классы. Также очаровывает местная анимация и тащит всю игру задорный ретро-саундтрек. Интересны в игре и доступные классы с возможностью их прокачки. Ну и самое важное, в игре действительно можно вышибать двери. И не только вышибать, но и взрывать, расстреливать, взламывать и даже о ужас открывать. Игра года определенно. Но если серьезно, DoorKickers Action Squad это крайне ламповый кооперативный аркадный шутер с легким налетом хардкора и тактики. С приятным визуалом и отличным саундтреком. Любителям олдскульных приставочных пострелушек и фанатам игр про спецназ стоит взять игру на заметку. Компании верного друга вы определенно получите массу угара и удовольствия. Само собой, что мы не смогли не взять в подборку лучших игр 2018 года рогалик Dead Cells, который и без нас получил достаточно наград и звания лучшего экшена 2018 года. И вполне справедливо. Dead Cells это хардкорный двухмерный роуглайд с элементами метроидвании, разработанные силами Motion Twin. В данной игре мы бегаем за некую сущность, которая с каждой новой игрой берет под контроль новое тело и начинает прорваться по локациям, уничтожая разнообразных врагов и собирая за их убийство души. Выжив между локациями за эти души можно прокачать себя или же купить новое, более мощное оружие. И далее через толпу врагов до тех пор, пока не умрешь. Но смерть Dead Cells это не конец. Наоборот, при старте нового забега мы открываем новые способности и оружие, что значительно облегчает прохождение. В целом, Dead Cells это добротная смесь из классической Castlevania и Dark Souls, где от первой двухмерная перспектива, от второй быстрая смерть от пары попаданий врагов, а также точный контроль под контрольным персонажем. Перекаты также на месте, и без них тут никуда. И если Dark Souls может наскучить своей неторопливостью и однообразием, то в Dead Cells заскучать вряд ли получится. Во-первых, благодаря огромному арсеналу из оружия, способностей, заклинаний и гаджетов. Всего заведено около 50 видов экипировки, что, согласитесь, немало. Каждая из них и ощущается, и выглядит по-разному. Да и под каждое нарисована не одна анимация. Анимация всего и вся – это вообще один из самых заметных достоинств проекта. Во-вторых, от чего не приходится скучать – геймплей. Он сверхдинамичен и справедливо сложен. Здесь нет времени думать или планировать. Самый главный залог победы – точный контроль персонажем и грамотно подобранная экипировка. В-третьих, не дадут заскучать и местные противники, коих до хрена и к каждому нужен особый подход. Простым закликиванием их не убить. Ко всему вышеназванному стоит добавить и потрясающий визуальный стиль, который, несмотря на пиксельность, богат на различные детали и, что главное, не вызывает каких-либо тормозов на практически любом железе, несмотря на обилие эффектов и анимаций. Если в Dead Cells недостатки – пожалуй, нет. И вообще, среди своего жанра ей равных найти сложновато. В ней буквально все идеально, начиная от самого геймплея, динамичного и беспощадного, заканчивая графоном и звуковым оформлением. И если вы являетесь поклонником жанра рогаликов в серии Souls, различных метроидваний или вы просто цените качественные инди, то Dead Cells – это то, что вам нужно. Как только у Бриариуса появился первый компуктер, он довольно много времени провел в игре Пинбол, которая была встроена в операционную систему. В 2018 году он с удовольствием поддался ностальгии, но не в оригинале, а в Юкес Айленд Экспресс. Юкес Айленд Экспресс – это необычный пинбол. В целом, это гибрид из платформера и метроидвании, но с уникальной механикой и старого доброго пинания шарика специальными платформами. В данной игре мы играем за Йоку – мелкого жучка-почтальона, который прибывает доставлять почту на таинственный остров Мокумана. И все бы ничего, но жители острова подверглись черной магии древнего божества, из-за чего находятся в постоянном трансе. И нам, мелкому, но храброму почтальону, и придется снять проклятие, попутно раздав все письма и посылки. И в этом нам поможет тяжелый шар, который привязан к нашей лапке. Сам же геймплей делится на три составляющие. Первая – простое изучение открытого мира в любом порядке, где разговариваем с жителями, выполняем их задания и тому подобное. Вторая – уровни с пинанием меча, как в старом добром пинболе. На данном этапе мы собираем разные предметы, уничтожаем препятствия и добываем необходимые для задания вещи. Третья же составляющая геймплея – сражение с боссами. Во время продвижения по довольно большому миру Йоку будет открывать новые способности, вроде прилипания к особым предметам во время полета и все в том же духе. В целом Йокус Айленд Экспресс цепляет, игра берет свои атмосферы и визуалом. Так же сильно, как это было в Ori and the Blind Forest, только без грустных моментов. По атмосфере Экспресс больше напоминает серию Рэймон, и это круто на самом деле. Именно таких платформеров порой ой как не хватает, ярких и жизнерадостных. А если еще добавить механику пинбола, то мы вообще получаем уникальный проект, который может освоить даже ребенок. Однако, не думайте, что она казуальна. Наоборот, по сложности, она не уступает ранее упомянутой Ori. Так что, если хотите после работы или учебы лампово отдохнуть, не забывая при этом про динамичный геймплей, то обязательно попробуйте Йокус Айленд Экспресс. Благо, у нее есть бесплатная демо, после которой и можно решить, стоит ли игра свои запрашиваемые $11. Ну и напоследок, мы оставили самое яркое и запоминающееся из того, что вышло в 2018 году. И даже не потому, что она самая свежая из всех выбранных игр, а потому, что она вобрала в себя все то, что так любит Бриариус. Знакомьтесь, Мутант Е-Зероу. Road to Eden. Road to Eden – это приключенческая тактическая стратегия с элементами стелса, разработанная бородатыми леди и изданная восставшей из пепла фанком. В данной игре мы оказываемся в далеком постапокалиптическом будущем, где большая часть населения планеты давным-давно уничтожена таинственным вирусом, войнами и катаклизмами. Те, кто остались, либо живут в автономном городе-убежище, либо сбились племена фанатичных сектантов, либо же мародерствуют по опасной пустоши. Вы – группа мутантов-сталкеров, которая бродит по миру и собирает различные артефакты и хлам от остатков прошлого человечества. В ходе таких приключений узнается, что мифический город Эдем все-таки существует, и нам, собрав под свой контроль союзников, и придется отыскать его. В данном абзаце мы описали сюжет вкратце. Полная же версия обязательно появится в полноценном обзоре, который выйдет довольно скоро. И геймплей же в Mutant Year Zero делится на три составляющие. Первая – изучение мира, поделенные на зоны в режиме реального времени. На данном этапе мы собираем хлам, отыскиваем артефакты и экипировку. Вторая же составляющая игры является отдых в убежище, где мы покупаем за хлам экипировку или апгрейды для оружия, а также открываем пассивные навыки группы за артефакты. Ну и последнее, чем нам придется заниматься в игре – пошаговые тактические сражения в духе XCOM. И черт побери, какие же они тут крутые. Всего с собой в группу можно взять лишь трех героев, где каждому можно настроить свою экипировку, тем самым создав тот или иной класс для той или иной ситуации. Выбирать приходится часто. Благо, всегда есть возможность до боя в режиме скрытности изучить врага и локацию, выбрав наиболее эффективную позицию для атаки. Сам же бой мало чем отличается от XCOM или любой другой тактической игры. Здесь все так же два очкать на то или иное действие. Различный уровень защищенности укрытий, шанс попаданий или критов, наличие боеготовности, глухой обороны и все в том же духе. И да, как и в XCOM персонаж может промазать из дробовика в упор. Но ни одной лишь стрельбой ограничиваются сражения. Не стоит забывать, что ваши подконтрольные персонажи – мутанты. Следовательно, у них есть свои особые способности, названные мутациями, которые бывают как активные, так и пассивные. Так, один из героев может пассивно остановить летящую в него пулю. Другой может отрастить крылья и взлететь, дабы выстрелить засевшего за укрытием врага. Третий может пожирать трупы для восстановления здоровья. Четвертый может поработить разум врага, дабы тот сражался несколько ходов на вашей стороне. И это лишь малый список из доступных возможностей. Что важно, каждого из персонажей можно экипировать лишь тремя мутациями, одной из которых – пассивные. Вот и приходится всегда перед боем проводить разведку, дабы решить, какие способности пригодятся, а какие нет. Например, вам же не пригодится навык пожирания органических трупов, если сражение будет против роботов. В кои-то веки никто не обязывает вас вступать буквально во все сражения на своем пути. Порой, если слишком сложно, имеет смысл обойти в режиме скрытности отряд врага и дальше продвигаться по сюжету. Чтобы потом, достаточно прокачав себя и открыв экипировку получше, вернуться за добычей. Но не всегда. Порой без боя тут никак. К счастью, как и было сказано, бои тут продуманы и интересны. Радует, что разработчики не поскупились на разнообразие локаций и противников. Говоря о последних, нельзя не сказать про их довольно неплохой искусственный интеллект. Тупят они не часто. Но и сбалансировано не имеет стопроцентные попадания. Хотя ближе к финалу подгорать будет неслабо. И вообще, более подробно про мутант E0 Road to Eden мы расскажем в нашем обзоре. Сейчас же просто поведаем, чем увлекает игра. Во-первых, в ней неплохой сюжет с парочкой твистов и наличием выбора в той или иной ситуации. Во-вторых, у игры крутые персонажи и в целом приятный стиль. Постапокалипсис тут не пустынный, как в каком-нибудь фулауте. В-третьих, как уже говорилось ранее, тут продуманные тактические бои с разнообразными врагами и способностями подконтрольных персонажей. В-четвертых, приятный графон и удобное управление. Единственное, что реализовано в игре не особо хорошо, камеры во время кинематографических моментов сражения. Порой ракурс не учитывает всевозможные препятствия, но этот недочет уверенность со временем поправит патчами. В остальном же Road to Eden отличная пошаговая тактическая стратегия в сеттинге небанального постапокалипсиса с интересными персонажами и захватывающим сюжетом. Если вы были в поисках именно такого проекта, то бегом за покупкой. И на этом, по лучшим по мнению Бриариуса играм 2018 года, все. Не забывайте в комментариях делиться своими любимыми играми, а вот как-нибудь мы и пропустили. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и большие пальцы вверх, а также не ленитесь делиться этим роликом в соцсетях. Нам это очень поможет в развитии, а больше мы и не просим. Спасибо вам за просмотр, текст подготовил Бриариус, у микрофона был Хаку, до встречи в новых роликах на канале Нян Геймс. Субтитры создавал DimaTorzok